Уже в эту пятницу национальное радио Чуваши отметит юбилей. Этот год для наших коллег символичен и связан только с одной цифрой. Ровно пять лет назад, 25 апреля, на волне 105 и 0 FM зазвучали уже знакомые всем позывным. Но первыми слушателями нового радио стали участники праздничного митинга, который был посвящен Дню Чувашского языка. Прямое включение тогда состоялось прямо в сквере Ивана Яковлева. Сегодня в студии принимали почет на гостей. Глава Чуваши не раз становился гостем прямого эфира на радио, но с этими студиями он знакомится впервые. В здании национальной библиотеки коллектив радиостанции переехал не так давно. Раньше она располагалась в помещениях Чувашского конгресса. Михаил Игнатьев пообщался с авторами программы, корреспондентами информационной службы. В эти минуты работы в редакции кипела полным ходом. Каждый месяц национальное радио создает более 50 передач, записывает концерты и аудиоспектакли. Кроме того, в эфир выходят ежедневные выпуски новостей. Теперь и по субботам. Наших коллег слушают не только в Чувашии, но и в соседних регионах. Причем вещают они и в интернете, на сайте ntrk21.ru. Поэтому слушатели у национального радио есть и за рубежом. Глава Чувашии признался, что и сам постоянно включает родное радио. Оно помогает ему в работе. Когда я в машине еду, я всегда водителя прошу, чтобы передачи наши чувашки включали, для того, чтобы не только слышать новости, но и слышать песни, новости простых людей, о чем они говорят, как они общаются, в чем недоработки органов власти, какая критика, прежде всего, и на эмоциях, и по содержательной части. После экскурсии глава региона в очередной раз принял участие в записи программы. Интервью Михаила Игнатьева на актуальные темы вы сможете услышать на волнах национального радио 25 апреля в 19 часов 10 минут. Повтор передачи 26 апреля в 10 часов 10 минут.